Музыка Давайте так Итак, друзья, мы с вами в моем саду Вот попробуем некоторые характеристики Ну, например, о грушах Чуть-чуть поточнее Чуть-чуть поточнее Чуть-чуть поподробнее Итак, груша универсальная По двоймой грушке абрикос Вот, однажды я на нее привил грушу под названием северянка Плоды были мелкие У нее получилось несколько хороших веток Вот Что-то повлияло Видимо, северянка и мусырийская дикая То ли родственник, то ли как Но северянка и груша, как правило, вкусная Хоть и мелкая А здесь получилось еще в два раза мельче При том, что вкус Настолько была мелкая Что я решил использовать как келет-образователь И использовал Я на нее привил 10 сортов С тех пор 5 сортов Не пошло сразу Вот Некоторые пошли Но груша оказались несъедобные Вот видите Не смотрите, что она вот такой вид имеет Самое главное, что я ее целиком не вырезал То есть я не стал калечиться со мной штамп Вот Потом еще Ага, и это оказалось неудачно По вкусовым качеством Наконец их осталось раз-два-три Вот они, видите Раз-два-три И Эти три груши все сладкие И получается Назовем это Скелетные прививки На скелета-образователи Так принято говорить Вот Ну и 25 лет прошло с тех пор И обратите внимание Что Многие считают, что вот Это 25 страшных зим Да Многие считают, что вот это вот Раны Вот это Это неправда совершеннейшая Вот Это в лесу Все то же самое увидите На соснах На других деревьях На дикоросах Вот Просто зимой она твердеет Весной идет в рост Расширяется Лопается кора Причем это обязательно должна лопаться сама И не вздумайте, как вас учат делать вот такие вот На молодых деревьях Вот Проводить ножом Глубоко вырезаясь Мясо От высоты головы до снизу От высоты вытянутой руки до Самого низа Считается, что Мы упреждаем появление этих ран Это не раны Ничего делать не надо Итак Мне удалось испытать На одном сорте Сорту На одном дереве Вот Третьим этажом 10 сортов 5 не выдержали 2 забраковал сам Вот это Есть типичная работа Три Прекрасных Груши Смотрите, какой был урожай А сейчас покажу Посмотрите Вон Сколько мне осталось лежать Сюда глядите Вот сюда глядите Ну если вы сможете Разглядеть Вот сюда глядите Вот 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 Это все гнилые груши Вот Вон они возле забора Ой, возле штампа Вон и сколько Вот Это урожай предельное Собрать их все не могу Часть пропадает Падая с дерева Вот И перезревая А попробуйте Снять грушу Вон оттуда Вот Вот посмотрите Это примерно Сейчас прикину Метрами Раз Два Три Четыре Пять Шесть Восемь Девять Десять Больше Одиннадцать Где-то метров Естественно Что груши Растут до самых верхушек И падают Разбиваются Это уже Это Меня всегда Удивляло Да Ладно В те годы Я был сам Новичок Вот И у меня Получались Вот такие штампы Видите А скажите Зачем груши Такой штамп Не знаете Вот А специалисты Знают Потому что Оказывается Груша без штампа Это безобразие И надо Все ветки Нижние Отрезать Кстати Обратите внимание Заподлицо Так называемую Брезку на кольцо Не увидите ни одной Видели Ладно О чем разница Между этой грушей И вот теми Тремя грушами Объясняю Это растет Раз Два Два с половиной метра От забора А эти Под забором Итак Именно Невозможность Даже лишние сутки Заиметь Где-то Желательно Бесплатно Невозможность Вот Привела к тому Что мне приходилось Садить под самый Самый Забор Результат Чувствуют они себя Здесь гораздо хуже Видите Тут уже и мох есть Но еще раз Мох Не срезать Не сдирать Нельзя Подробнее мы уже Говорили Будем говорить Вот Видите Насколько Здесь Жестче Климат Получился Недостаток Солнца Привел Вот к этому Да Живы Да Плодоносят Это нарядная Эфимова Все прекрасно Но Жизнь у нее Будет короче Объясняю Почему Рядом с ней Растет Осенья Яковлева Она еще Вкуснее Нарядная Эфимова Нарядная Эфимова Считается Мировой Лидер Золотая Медаль Парижа Так Гран-при Но Именно Осенья Яковлева Мне больше нравится Но посмотрите Что с ней осталось Да Года назад Она еще была Терпима Вот так же Просто Трещины Трещины Вот так вот Было А последний год Резкое Ухудшение Я догадываюсь Что Над ней Поработал Дятел Вот Потому что Еще год назад Все было нормально Но Так уж Получилось Что Часть Там Оголилась Урожай Все еще Был Не знаю Что будет Сей дальше Вот Может Пора И самому Брать Посадить На это место Что-нибудь Еще Напоминаю Если Это Семецовая Культура Нет Не так Семечковая Культура То В следующий раз Надо Садить Что-то Из косточковых Слива Абрикос Вишню Ну Это К слову Видите Вот Это Вот Безобразная Торчит Это Самый Пенечек Это Я Еще В те Годы Дурью Маялся Вот А груши Они Стремятся Расти Вверх Здесь Большая Тень Видите Мы Вот Ну Каким То Образом Смотрите Она Еще Жива Буду Ли Убирать Нет Мне Интересно Пока Доживет До Своего Времени Живучая Невероятно Но Главное Не Брать Щетку По Металлу Помните Я вам Показывал На Вебинаре Как Человек Последовательно Учил То У него В руке Была Туп Это Тыльная Сторона Пилы Этой Ножовки То У него Была Стамеска То У него Была Шпатель То У него Была Это Металлическая Щетка Все Это Сдирал Это Страшная Ошибка Ошибка Огромная Ошибка Не только Всероссийская Всепланетная Вот Не трогайте И все И все И все Я вам Покажу Невероятную Живучесть Если не Трогать Давайте Еще раз Посмотрим Это Было Во время Плодоношения Я вам Даже Виртуально Угощал Да Еще раз Общая Картина Вы поняли Видите Тень Сейчас На улице Примерно Час дня Уже Полдень Позади Вон оно Солнце Полдень Позади И уже Примерно С 11 часов Солнце Начиналось Вон там На востоке Уже с 11 часов И до вечера Здесь будет Тень Это я К вопросу О том Что Уже Груша Которая Не В тени То есть Не так Которая Все таки Больше солнца Почти 3 метра От забора Все таки Она выглядит Лучше Согласитесь Ладно Идем дальше Яркий пример Это 30-летний Где-то Сейчас скажу Чернышов Валерий Петрович Ученый Агроном Из Саратова Мой Один из моих Лучших друзей Чуть Я не единственный Из ученых Европейских Кто Пальцы не гнул Не чирался Меня Он мне тогда Присрал черенки Чернослива Самое первое Дерево Жило до сих пор Вот Насколько Оно Изувечено И почему Она до сих пор Жива И вспоминаем Что месяца два Назад Здесь были плоды Крупные Отборные Росливые Я вас как бы Виртуально угощал Вот Дерево Изувечено Настолько Ой Интересно Да Вот Бывает же такое Как сюда попали Сюда попали Можужские орехи Вот они А Вот еще один Ага Ну это они Оно Манджурскерих Вот Видите Сколько здесь Этого добра Так вот Дерево Изувечено Жизнью Просто Изувечено Основной Ствол Давно погиб Вот отсюда Он был мертвый Я его отпилил И Еще раз По Крупный план Казалось бы Этому дереву Ловить нечего Но если бы Его еще бы Пытались бы Почистить Любимое занятие Любимое занятие Это Взять и Все это Отодрать Ни в коем случае Не приближайтесь Вот Не приближайтесь Еще один орех Вот Вот Интересно Если бы он пророс Чтобы было Но это уже Другая тема Итак Чернослив Уже И с этой стороны Искалечено Но не так Вот смотрите Вот это Вот всегда Где кора светлее Я хочу Чтобы со мной Понялся Вот Вот всегда Через эту Старую кору Вот она Это новая Свежая Вот она Вот она Вот она И совершенно Здоровая Здесь нет Сухих веток Ну На нее наклонилась Груша Не обращайте Внимание Сверху Как бы Крышует А вот она И все А все веточки Абсолютно живы Вот это вот Невероятная Жизнестойкость Ей 32 33 Нет Сейчас скажу Он мне прислал В 92 году 22 года 21 веке Это сколько лет Минуточку Я брал землю В 92 5 гектар Прислал Тогда Получается В 93 7 лет И 22 29 30 29 30 лет Я его Вот этой И вот эта Прививка была У земли Основная ветка Погибла Вторая ветка Вылилась Сбоку До сих пор Жива И только В благодаря тому Что я к ней Не подходил Я все время Все новые Новые Примеры Привожу Я уже надоелся Уже устали Вот Но я не могу Остановиться Вот эта сторона Изувечена Бусмерть Но она Умудрилась Все равно Расти 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 Вот И до сих пор Мало того Уникальная вещь Выжить В невероятных Столько было На стойке 40 градусов Зим Мороза Вот И сейчас На нем Приросты И уже и не было Вон Смотрите Веточки Пусть не очень длинные Но их можно использовать Согласны Вот так вот Это я к вопросу Не лезть своими руками Я говорю Тем Не лезть своими Дурацкими Это не опыт Но советы Дикие Глупые Вот смотрите Еще одна груша Сваров Супер груша Выражает 20-30-40 Ведер Это нормально Посмотрите Сколько осталось Я не болтун Собирал Собирал Вот они Вот это Видите Если приглядитесь Видите Что это груша Дик Вот 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 Смотрите Внимательно Вот Вот Надеюсь Видите Вот они Вот они Вот они Ковром Лежат Видите И так Каждый год Причем Груша Неплоха На молодом деле Она чисто Сладкая Вкусная Постарше Из-за огромного Рожая Она не очень Вкусная Мы сейчас Про агротехнику Видно Что в то время Я еще Сажал Без бугров Но Так как Здесь Довольно Сухо Это По тем Заборам Сыра Потому что Там тень Где мы сейчас Только были Там Вот там Мы были А здесь С этой стороны Солнечная Вот У меня Супись Это не Тяжелый Суглинок Это не Чернозем И получилось Так что Она Умудрилась Не Сгнить Хотя Груши Очень любят Сгнить Особенно Любят Сгнить Когда У нее По штамбу Стекает Вода Вот До какого-то Момента Я с ней Обращался Как С этой Самой Как все По-дурацки Понимаете О чем я Смотрите Видите Это торчит Пенек Вот Когда-то Я Вот Чисто 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 Почему Я на Маленьком Дереве Нижнее Вот так вот Расшит Пальцем Почки Вы В В общем Получилось так Что Лучше бы я этого Не делал Но уже Получился Штамп Ну Достаточно Чистый Второй Этап Вот эти Вот Скелетные Ветки Почему Я их Отрезал Не потому Что они Мне мешали Как Многим Мешают Знаете Такая Барыня Читала Лекцию Перед ней Сидит Огромная Аудитория Перед ней Схемы И она Говорит Отрезаем Ветки Нижние Вот А что я Должна У меня У мужа Спина болит Чтобы не Наклонялся Я глупее От кандидата Наук Жизни Не слыхал Ничего Вот так Ну а сейчас Заработала У соседа Что-то Какое-то Наверное Кольцо Помешает Но нам Надо Заканчивать Итак Место Обрезки На кольцо Я предлагаю Вам И сам Перешел На Пенечко То есть Они считаются Вредным Вот это Считается Нельзя Надо было Здесь Сделать Рану В три раза Больше В три раза Больше Или в пять Раз Больше Но я Продолжаю Утверждать Вот это У меня Получилась Пробка Пробка То есть Сюда Сюда Минимум Мороза Поступает Отрежь Вот так Все Мороз Уже Внутри За ним Умер Тусина За ним Гриб Твотовик За ним Верная Смерть Вот Поэтому Не случайно У меня Еще раз Обхожу Вокруг Внимание Обхожу Вокруг Обхожу Вокруг Вот это Должно Стать Одним Из главных Правил Обрезки Обрезка На кольцо Должна быть Признана Опасной Вредной Смертельной Вот Для всего Человечества Вот так Я говорю Все перепутано Все наоборот Вот 19-18 век Как кто-то Один Ляпнул С дуру Или с будуна Так это Осталось И вошло Во все Учебники Какие есть Это вошло В программу Обучение Студентов Темиряевской Академии Ну куда Уж дальше Это Ну что Будем заканчивать Что вам Еще показать Ну вы видите Что Огромное Количество Вот они Это все Сплошной Ковер Из груш Смотрите Которые Я не смог Собрать Физически Не смог Смотрите Это сплошной Ковер Из груш Я не знаю Как потом На экране Будет видно Что Это сплошной Ковер Из груш Это Сплошной Ковер Из груш Это Сплошной Ковер Из груш Так вот Никогда Не берите Граблищ Совет Пусть я повторил За всю жизнь Раз 50 Пусть будет 51 Раз Но никогда Не берите Граблищ Не выгребайте Ничего От дерева Это Листья И вот Эти Гнилые Груши Это не ваши Не смейте Трогать Это Принадлежит Этому Дереву Каждый год 20-30-40 Ведер 20-30-40 Ведер Никаких болезней Ничего В помине Сейчас На соседнем Нарядный Фильм Уже появилось Пару веток Сухих Но это Извините Уже возрастное Для шикарнейшей Груши Южной Климат Пришелся По душе Но всему Есть предел И вот Получается Так что Все советы По Здесь якобы Зимуют Жуткие Монстры Я пытался этих монстров найти Они якобы зимуют вот в этой листве Да, в ней много чего зимует Она покрыла слоем Она накроет снегом Она будет перегнивать с выделением тепла Это благость для всего Деление на вредное насекомое И полезное условное Уничтожая одних Выгребая отсюда Уничтожаем полезных Опрыскиваем Даже заставляет почву опрыскивать А как же Тут же столько гнили Это все глупая и ненужная работа Следующая работа Вот фотографии Прям приводят фотографии Советчики Чуть не вымотился Вот так вот до высоты Двух метров до высоты Полностью Берут и Ну, раньше это называлось Побелка Сейчас это называется Покраска Спроси их зачем Они объясняют Первое Зимуют якобы здесь Зловредные насекомые Я пытался Я пытался хоть одно найти Хоть одно Ну, караул Вот, вот, вот Уже Дереву скоро 30 лет Где хоть одно Вон там вообще Видите, аж Там целое дупло уже появилось Ну, за 30 лет не сдохло дерево Дохнуть не собирается Ищите Вот солнце Давайте найдем Вы хоть раз-то Сами видели Повторяю, как попугай Десятки Сотни лет Ту же самую дурь Вот, я как будто Специально Здесь сейчас светит солнце Я спасаю дерево От вашей глупости Вот Хоть одно насекомое Ну И не найдете А потом Покрасили И говорят Это мы спасаем От солнечных ожога Вот ворозобоин Дерево Уже Все в ранах И это теперь По барабану Ваш эти Так у вас еще и раны То на кольцо Вот все страшно Ну Вот это я выговорился Да Может быть Этого и достаточно День сегодня удался Вот Хороший день Не знаю Получилось ли кино Посмотрим Вот Что я скажу Я Практически Вы видите По фильму Каждый день Здесь Ну редкий день В городе Когда там Дела накопятся Вот И Я Уже С тех пор Как мы собрали Даже не я Ну ладно Мы собрали плоды На семена Погреби они лежат В холодильник забит Вот Плюс еще на семена Даже сладкие Крупные груши На семена Яблоки 500 грамм На семена Вот Ну Если 500 грамм Вряд ли там получится Опять Семечку вырастешь Получится опять Ранетка Или дичок Как нас уверяют Вот Все это было Два месяца назад Но еще месяц назад Еще две недели назад Я собирал Последние Показывал в кино Даже неделю назад Последние Плоды Уже только Яблони оставались И вот я хожу Это мой праздник Мой праздник Я ничего не делаю Никакой Предзимний Поливок Попробуйте полить Это сутками Должны Неделю-две Молотить Насосы Молотить 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 И это А сколько у меня урожая Я что получается Загубил урожай Нет Когда я не поливаю Подзимний полив Исключен Побелка Самое главное Составляю делать осенью Вот Весной Мол поздно Надо осенью Побелка Исключена Вот Потом еще Что еще Вот это вот Надо было все Выгрезти Выгрезти И сжечь Рискуя Подпалить Поселок Дома И так далее Что у нас принято Вот Ничего Вообще НИЧИГО Единственное Я кино снимаю Для вас НИЧИГО 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 Не делаю Вот А сколько вам Предстоит сделать Эти идиотские инструкции Мало того Вы сейчас еще должны Деревья обрезать Обрекая Кстати Видите Я не болтун Вот мои пенечки Я должен еще Иди Вот Вот еще Вот скажите Что я болтун Никаких ран на концу Вот Это Вы понимаете Что Осенняя Обрезка Еще и зимой Заставляет Резать Но чаще всего Почему-то осенью Это страшная вещь Перед зимой Оголить штамбы Оголить Раны 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 Вот Весь садовый мир Сошел с ума Или я Выбирайте Вот На этом я скажу Выбирайте Или я Или садовый мир Все друзья Я заканчиваю Разговорился Сейчас пойду к соседу С моей стороны Кончились косточки Манжурского ореха Вот Я сам Прилучился есть Своих знакомых Приучаю Разбивать И есть Потому что Польза от них Гигантская Вот сейчас Я у него еще Три ведерка Прикуплю На его стороне Их два раза больше Чем на моей А на моей Я уже все собрал До последнего Все друзья Я заканчиваю Вот До свидания Субтитры